Дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются по принципу «одна нация – два государства». Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Хулуси Акаром. Зангизурский коридор важен не только для Турции, но и для всего региона. Председатель Комитета национальной обороны парламента Турции ответил на вопрос корреспондента Баку-ТВ. Ереван не заинтересован в подписании мирного договора с Азербайджаном. Община западного Азербайджана осудила необоснованные заявления Пашиняна в День армии. В Азербайджане полным ходом идет подготовка к президентским выборам. Какие условия создаются для голосования граждан и как будут голосовать армяне Азербайджана? Сегодня в выпуске. Ханлар Адиль Оглу Агаларов назначен председателем правления управления Приморского бульвара. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Другим распоряжением главы государства Ильгар Азиз Оглу Мустафаев освобожден от этой должности. Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о награждении медалями Таряги и за отличие на государственной службе отличившихся сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана за плодотворную деятельность в таможенных органах. Сегодня глава азербайджанского государства Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламентской комиссии по национальной обороне Турции Хулуси Акаром. 29 января президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с депутатом Великого национального собрания Турции, председателем парламентской комиссии по национальной обороне, бывшим министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Хулуси Акар подчеркнул, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются по принципу, как говорил великий лидер Гейдар Алиев, «одна нация, два государства». И это является примером. Гость отметил, что дружеские и братские отношения президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана сыграли важную роль в достижении связей между нашими странами, уровня стратегического союзничества. Хулуси Акар вновь подчеркнул исключительную роль президента, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, в победе Азербайджана в Отечественной войне. Президент Ильхам Алиев еще раз высоко оценил моральную, политическую и дипломатическую поддержку, оказанную Азербайджану Раджепом Таипом Эрдоганом и братской Турцией с первых дней 44-дневной Отечественной войны. Во время беседы было подчеркнуто, что в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном 19-20 сентября прошлого года менее чем за 23 часа, был положен конец присутствию незаконных вооруженных формирований и агрессивному сепаратизму на нашей территории, полностью восстановлен суверенитет страны. Глава государства сказал, что после 44-дневной Отечественной войны в вооруженных силах Азербайджана также проводились новые реформы. Еще более усилилась боеспособность нашей армии, и все это наглядно проявилось во время антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре прошлого года. В ходе беседы с удовлетворением было отмечено, что сотрудничество в рамках организации тюркских государств развивается и охватило новые направления. Была доведена до внимания важность налаживания связей на уровне профильных комитетов по линии парламентов стран-членов ОТГ и проведения их совместных заседаний. Было подчеркнуто значение Шушинской декларации, состоялся обмен мнениями о взаимодействии между Азербайджаном и Турцией в военной сфере, в области оборонной промышленности, безопасности, межпарламентских отношений и других направлениях. Особо отмечено важность совместных военных учений, проводимых вооруженными силами обеих стран. В заключение Хулуси Акар вручил главе нашего государства памятный подарок. Делегация во главе с Хулуси Акаром почтила память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на аллее почетного захоронения. Возложила венок к его могиле. Гости также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифи Алиевой, возложив цветы к ее могиле. В аллее шехидов турецкая делегация почтила светлую память шехидов, отдавших жизни за свободу и независимость Азербайджана. Также был возложен венок к монументу «Вечный огонь». Гостям была предоставлена подробная информация об истории аллеи шехидов, о проводимых в городе работах по благоустройству. Затем был посещен мемориал турецким. Войнам в Баку была почтена светлая память героических и самоотверженных турецких солдат, погибших за независимость Азербайджана. В заключении Хулуси Акар оставил запись в книге памяти мемориала турецким воинам. Корреспондент Баку-ТВ обратился к Хулуси Акару с вопросом о значимости Зангизурского коридора для Турции. Председатель парламентской комиссии по национальной обороне Турции ответил следующим образом. Зангизурский коридор важен не только для Турции, но и для всего региона, в том числе для Армении, для Азербайджана, для Турции, Ирана, России. Когда он будет открыт, им будут пользоваться все люди, все страны. Произойдет серьезное развитие в социальном, экономическом, туристическом плане. По этой причине мы для скорейшего открытия Зангизурского коридора ожидаем завершения работ. Дай бог, это станет реальностью. В Азербайджане продолжается подготовка к назначенным на 7 февраля внеочередным президентским выборам. На сегодня уже зарегистрировано около 80 тысяч наблюдателей. На каждый избирательный участок приходится до 15 наблюдателей число. Международных наблюдателей, зарегистрированных для мониторинга выборов, уже достигает 800. Центральная избирательная комиссия на этой неделе уже начинает процесс раздачи бюллетеней окружным избиркомам, которые, в свою очередь, до 4 февраля должны передать бюллетени участковым избирательным комиссиям. Все этнические меньшинства, проживающие на территории Азербайджана и являющиеся гражданами страны, имеют одинаковое право голоса. Об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов, комментируя вопрос о том, как будут голосовать армяне Азербайджана. Избиратели армянского происхождения могут участвовать в голосовании на президентских выборах как граждане Азербайджана. Об этом отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов. «Мы не используем каких-либо эпитетов различия. Абсолютно все этнические меньшинства, проживающие на территории Азербайджана и являющиеся гражданами страны, имеют одинаковое право голоса и могут участвовать в голосовании. На территории Азербайджана нет какой-либо национальности, обладающей особыми привилегиями. Это было продемонстрировано и во время 44-дневной войны, когда представители различных этносов воевали вместе». Мазахир Панахов также отметил, что созданы более 6300 избирательных участков, на каждый из которых приходится до 15 наблюдателей. И добавил, что число международных наблюдателей, зарегистрированных для мониторинга выборов достигает 800. Председатель ЦИК подчеркнул, что подготовка к президентским выборам в Лачине и Шушей на других освобожденных территориях завершена. Наблюдатели представляют ОБСЕ, СНГ и другие международные организации. Мониторить будут также представители иностранных посольств, руководители и представители комиссий, приглашенных ЦИК. Напомним, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля. ЦИК зарегистрировало 7 кандидатов в президенты. Ильхам Алиев, отправящий партии Ени Азербайджан, самого движенца Захид Орудж и Фуат Алиев, Разин Рулаев от партии Национального фронта, Фазиль Мустафа от партии Великое Созидание, Эльшат Мусаев от партии Великий Азербайджан, Гюдрят Касангулиев от партии Народный фронт целостного Азербайджана. Апелляционный суд в Баку рассмотрел жалобу Рубена Варданяна и оставил в силе решение суда о продлении срока его заключения. В службе госбезопасности продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Рубена Варданяна, занимавшего должность так называемого государственного министра в квазиобразовании в Карабахе. Ранее Собайльский районный суд Баку продлил на четыре месяца меру пресечения в виде ареста в отношении сепаратиста. Защитник Рубена Варданяна подал апелляционную жалобу на это решение. В результате процесса, проведенного в Бакинском апелляционном суде, было зачитано решение суда, согласно которому апелляционная жалоба не удовлетворена, а решение суда первой инстанции о продлении срока заключения Варданяна оставлено в силе. Напомним, были выявлены обоснованные подозрения в совершении Рубеном Варданяном преступных действий, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса. Финансирование терроризма, участие в создании и деятельности непредусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп и незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской республики. Община Западного Азербайджана ответила на заявление замминистра иностранных дел Армении Ивана Кастаняна касательно так называемых усилий Еревана по отправке миссии ЮНЕСКО в Карабах. В заявлении общины подчеркивается, что все это является очередным свидетельством того, что Армения по-прежнему угрожает суверенитету Азербайджана и не имеет последовательной позиции. Армения не должна вмешиваться во внутренние дела другой суверенной страны, ей следует заниматься собственными делами. В частности, согласится на визит миссии ЮНЕСКО с целью изучения плачевного состояния культурного наследия азербайджанского народа в самой Армении, говорится в заявлении структуры. Община Западного Азербайджана также осудила необоснованные заявления Никола Пашиняна в День армянской армии. Спикер общины Ульвия Зульфикар заявила, что Ереван не заинтересован в подписании мирного договора с Азербайджаном. Высказывания премьер-министра Армении Николы Пашиняна, озвученные им во время выступлений по случаю Дня армии, еще раз демонстрируют, что Ереван не заинтересован в подписании мирного договора с Азербайджаном. Страна, которая якобы хочет мира, в то же время хвастается контрактами о покупке вооружения на миллиарда долларов. Повторение Пашиняном утверждения о зеркальном выводе войск, озвучивание устаревших утопических предложений, таких как пакт о ненападении, механизм взаимного контроля над вооружениями, доказывают, что Армения под необоснованными предлогами пытается избежать мирного договора. Премьер-министр Армении должен предпринять реальные шаги по обеспечению мира. И в этом контексте начать диалог с общиной Западного Азербайджана, а не выдвигать странную инициативу вроде пакта о ненападении, напоминающего о периоде между двумя мировыми войнами. В заявлениях президента и председателя парламента Армению по случаю Дня армии прослеживаются попытки оправдать оккупацию и разочарование результатами Второй Карабахской войны. Эти противоречивые высказывания совершенно несовместимы заявленной Армении политикой мира, им следует положить конец. Кроме того, заявления ряда западных стран по случаю Дня армии служат поощрению реваншизма в Армении, которая почти 30 лет держала под оккупацией земли соседнего государства и ставят под вопрос заинтересованность этих стран в мирном процессе. Продолжаем выпуск. Агентство поощрения экспорта и инвестиций Аспрома подготовило проект товарного знака Made in Karabakh Heart of Azerbaijan. Исполнительный директор Аспрома Юсиф Абдулаев на пресс-конференции рассказал, что проект правил использования товарных знаков Made in Karabakh Heart of Azerbaijan и Made in Azerbaijan подготовлен и представлен соответствующим структурам для получения отзывов. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани рассказал о том, когда вынесут приговор, совершившему год назад нападение на посольство Азербайджана в Иране. Приговор исполнителю терактов посольства Азербайджана в Иране будет вынесен в ближайшее время. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани. По его словам, иранские судебные власти заверили, что рассмотрят обвинения в рамках закона. Расследование завершено в сотрудничестве с органами юстиции Азербайджана. Судья заверил, что приговор будет вынесен в ближайшее время, сказал он. Канани отметил, что инцидент оказал негативное влияние на отношения Баку и Тегерана. Однако власти Ирана старались свести это негативное влияние к минимуму. За прошедший год состоялись встречи на уровне делегаций в различных сферах. Надеемся, что деятельность посольства Азербайджана в Иране будет возобновлена в скором времени, сказал он. Напомним, что 27 января 2023 года произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. В результате нападавший убил начальника службы безопасности. Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. МИД Азербайджана 30 января эвакуировал сотрудников посольства из Тегерана. Деятельность посольства была приостановлена. Это были все новости на сегодня. Вы можете обратиться на нашу горячую линию по интересующим и волнующим вас вопросам. Вы можете писать на наши аккаунты в социальных сетях. Вы можете следить за нами в Европе и Азии через спутник Азербайджан, выбирая частоты, которые вы видите на экране. В то же время вы можете смотреть нас на кабельном 10 канале на АзТелеком, Бактелеком и Ситинет. Кабель на втором канале на Коннект ТВ, на аналоговом 12 канале и на 22 цифровом канале КТВ. На Айля ТВ по IP на 8 канале, на цифровом, на 17 и на аналоговом 31 канале. Следите за новостями на русском по выпускам Баку Ньюс 19.00. Всего вам доброго и до встречи.